Открыв дверь в обычный хореографический зал, наша съемочная группа как будто очутилась на арене самого настоящего цирка. Хрупкие девушки, ловко жонглирующие булавами, мальчишки, оседлавшие одноколесный велосипед-моноцикл и пытающиеся совладать с непростым реквизитом – сигарбоксами. Наконец, девочка Юла, талией которой обвели сразу четыре блестящих хула-хупа. Как минимум десять человек одновременно проделывали со своим реквизитом такие штуки, что трудно было следить за движениями кого-то одного. Владимир Бычков, руководитель клуба «Живлеры Бреста», немного привел нас в чувства и рассказал о своем детище. У нас клуб любителей. Мы хотим создать в нашем городе новую форму отдыха, активный отдых, куда можно прийти, встретиться с другом, вести с собой друга по другу, прийти самому со своими детками и позаниматься чем-то таким новым, чего до этого времени у нас в городе, наверное, не было. С шарфиками можно, с шариками, булавами, обручей можно, то есть все, что можно подбросить, все можно словить. Но мы знаем, как это сделать хорошо, красиво и четко. Отвлечься от учебы и работы, осуществить детскую мечту, почувствовать себя в шкуре настоящего жонглера. Мотивы, которые приводят в клуб, у участников абсолютно разные, впрочем, как и возраст. У меня стоит сейчас цель профессионально использования левой руки в определенных, приобрести определенные навыки. Но жонглирование, это я знаю наверняка, поможет мне в этом. Как тебе, нравится заниматься вообще? Да, я умею кататься на велике и немножко жонглирую. Ну хорошо жонглируешь, надо сказать. Немножко, не совсем получается, только я учусь булавой. Между прочим, булавы в клубе – вещь эксклюзивная, а главное – дорогая сердцу. Это подарок ученика, который стал артистом Росгосцирка. Когда коллеги узнают об этом, хватается за фотоаппарат, смеется Владимир Бычков. Кстати, на языке цирковых артистов жонглирование булавами в группе – высший пилотаж. Это умеют только те, кто преодолел часы тренировок с разным реквизитом, начиная от обычных шаров, заканчивая поями. Ксения Бычкова – одна из них. Признается, что не помнит, когда первый раз папа привел ее на тренировку. Зато сегодня не представляет свою жизнь без хула-хупов, мячей, моноциклов и цирковой атмосферы. Больше всего мне нравятся хула-хупы и булавы. Но в хула-хупах, когда достигла большего успеха, я лауреат международных конкурсов. Но я с ними больше занимаюсь. И у меня с хула-хупы у меня с самого детства, а булавы я бросаю где-то года-два, может чуть больше. Каким еще хочешь владеть реквизитом в планах? Я бы хотела ходить на ходулях. Это такие вот большие палки, но не ходят. И еще бы хотела научиться стоять на катушках. Это держать баланс на таких вот штучках-корбинках. Координация движений, чувство ритма, ловкость и скорость. Вот неполуперечный тех качеств, которые могут развить обычные шары. Ну что, попытка не пытка. Да, как говорится, первый бин-ком. На самом деле, искусство жонглирования не может постичь каждый. Было бы желание. Первый клуб жонглиров открыл свои двери всего два месяца назад. Однако уже сегодня можно говорить о маленьких победах каждого из воспитанников. Кто-то уже в первый день взял в руки третий шарик, а кто-то потихоньку начинает приручать очередной реквизит. Сам руководитель, которого, кстати, наша съемочная группа застала за уроками прямо в день рождения, планирует в следующем году покорять со своим коллективом международные фестивали. Мы собираемся в марте в город Львов. Там будет проходить международный такой слет. Золотой лев называется. В мае это будет у нас Люблин. И в июле месяце тоже будет в городе Люблине идти европейское такое мероприятие. Попробовать себя в новом амплуа, развить добрый десяток полезных качеств, а также окунуться в цирковую атмосферу может любой желающий. Как знать, возможно, на Брещене появятся свои Дэвиды Кейны или Викторы Шустовы, которые, прежде чем стать известными на весь мир жонглерами, тоже когда-то получили свой первый урок. Спасибо. Спасибо. Спасибо.